Добрый день! Это Универсальный Формат. С вами Юлия Чернеева и телеканал Самарагиз. Мы работаем в прямом эфире, поэтому напоминаю вам наш телефон 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы и будем рады, конечно, для вас что-нибудь интересное предложить, познакомить с удивительными людьми. Сегодня у нас такой, мне кажется, весьма необычный состав гостей. Я думаю, что вам понравится и я сейчас к девушкам обращаюсь в первую очередь, да и к парням тоже, потому что сегодня тема нашего эфира мужская красота. Много говорим о девчонках всегда, о том, как выглядеть красиво, замечательно, а вот про парней, ну как-то упущение такое я начала наблюдать. Поэтому, думаю, с сегодняшнего дня начнем такой вот ликбез потихоньку. Будем приглашать всяких самарских замечательных мастеров своего дела, беседовать с ними, что-то новое, интересное узнавать. Итак, сегодня для вас мы разыгрываем пригласительные билеты в кино от киноцентра Киновертикаль. И сегодня также у нас есть пригласительные билеты на спектакль «Тестостерон» от Театра Самарская площадь. Вопрос мой звучит так, думаю, как раз много времени вам придется как-то на его разгадание потратить. Кто часто имеет дело с балеринкой? И вам три варианта ответов. Повар, стоматолог или слесарь. Звоните 202-11-22. Ну а теперь позвольте зачитать представление наших сегодняшних гостей. Тренеры по парикмахерскому искусству в основе британские школы стрижек и окрасок. Стаж более 15 лет. Опыт работы, технологи, арт-директора, владельцы собственного бизнеса. Ну, в общем, люди замечательные. Давайте знакомиться. С нами здесь Денис Юлий Утенов. Денис, добрый день. Дмитрий Хайдуков. Привет. Алексей Саврасов-Мельников. Привет. И Титус Элозе. Правильно? Все верно назвала. Добрый день, ребят. Ну, мы сегодня о мужской красоте говорим. Спасибо, что пришли. Радуете мои глаза сейчас. Просто удивительно. Как настроение? Все хорошо. Понедельник начинается. Роскошно. Роскошно? Здорово. Денис, ну, мы с тобой готовились к эфиру, обсуждали, что, кого будем приглашать говорить. Мужская красота. Не режет тебе слуха это слово-сочетание? Мужская. Мужчина должен быть красивым. Вообще даже на английском языке нельзя сочетать красивые и мужчины. Почему? Ну, нет у них beautiful men. Есть handsome men. Если назвать мужчину красивым, то он обидится. Но в русском языке вроде как бы нормально. Красивый мужчина. Красивый мужчина. Красавчик. Красавчик. Это чисто русское такое, да? Чисто русское, да. Понятно. Ну, расскажи, пожалуйста, немножко о себе вообще, как ты стал заниматься тем, к чему ты сейчас пришел, и, собственно, потом уже будем к ребятам переходить. Я ножницы взял в 14 лет. Как-то сам. У меня дед был парикмахер, и так вот как-то перелилось. Прям парикмахер в таком классическом понимании. Работал в салоне? Старые машинки такие еще беспроводные. Бритвы опасные. Бритвы, да. Были? Да, и вот от него, наверное. А это где было, в каком городе? Это было не в городе. То есть это было... Да, на самом деле дедушка у меня из деревни, ну, я горжусь этим. Я к нему приезжал в гости, смотрел, мне это все нравилось, и как-то вот... То есть проникся прям очень так хорошо, да? Ну, на тот момент, наверное, как-то еще неосознанно все это было, просто взял и начал стричь, и все. Я вот челку себе постригала лет в шесть. Кутяк. Вот так, и спрятала волосы. У меня была клиентка, дочка, у которой в шесть лет просто сбрила себе челку. Я тоже сам себе стриг челку давно. Вот, оказывается... Четыре, может, пять лет. Вот, все молодцы. Ну, так вот, в 14 лет взял ножницы. А что потом? Куда-то пошел учиться? И не бросал, да? И спал с ними, и ел ножницами, и резал. И понесли ботинки Митю. Да. Как это получилось, да? И пошло-поехало, пошло-поехало. Ну, просто с каждым разом все хочется, все дальше, дальше, интересней, интересней. Само собой. Ну, не смущала стереотипность нашей страны, что все-таки парикмахеры, это женщины? Ну, это какая-то стереотип, где зародился? Вот, при социализме, когда это все сделали, какое-то такое шаблонное, да, то, что не было ни творчества, ничего, было там, пять стрижек. Так, сейчас в Корее мы уже разговаривали. Да, в Корее сейчас, в Верной Корее, так, разрешено пять мужских стрижек и восемь женских. Таких установленных? Да, установленных правительством. Так же было и в СССР, творчества не было, поэтому как бы у нас, ну, культура немножко отстает от европейских стран, где это развито, где это не прекращалось, где это было развитие, развитие, люди что-то делали. А у нас как-то это все шаблонно, что ли, было. В общем, вы пришли разрушить эти шаблоны. Да, то есть на самом деле парикмахер это истинно мужская профессия, бродобреи, цирюльники, в любой европейской стране, барбершоперы американские, да, английские, это всегда мужчины, это только в России такой стереотип есть, который уже, мне кажется, сломанный уже все это. Ну, мы об этом обязательно поговорим, у нас есть телефонный звонок, алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Я бы хотела ответить на вопрос. Давайте, как вас зовут? Сначала скажите нам. Дмитрий Спекланова. Очень приятно. Ну, давайте, отвечайте, как вы считаете, кто же имеет дело с балеринкой? Алло. Да-да-да, отвечайте на вопрос, кто же имеет дело с балеринкой? Ну, вообще-то это тот, кто имеет дело со сверлом, скорее всего, слесарь. Так, а откуда вы это знаете? Ну, не знаю, просто вот как-то у меня в голове. Причина, слесарь. Может быть, кстати, Алексей заметил правильно. Балеринка, которая закручивается. Вот нам, Людмила, что для вас, вот, словосочетание, красивый мужчина, красавчик, это кто? Красивый мужчина. Ну, для меня, прежде всего, мужественный мужчина. Порядочный. Ну, и опрятный. Чистенький. А что у него должно быть на голове, на лице? Борода, может быть, у него должна быть? Ну, борода может быть, и борода, но только аккуратная, чистенькая. Чистенькая. Постриженная на голове, тоже аккуратная прическа. Если даже если длиннее волосы, ну, аккуратно уводим. Хорошо. Скажите, пожалуйста, был... А вообще больше мне нравится короткая. Короткая стричка. Так, был ли у вас опыт посещения салона, где бы вас замечательную красоту наводил мужчина-мастер? Нет. Я, наверное, три раза или четыре была в парикмастерской. У меня очень длинные волосы, мне сделали прическу, и всегда сделали хуже, чем в самом деле. Вот. Приходите к мальчикам, они вас, да, у меня, кажется, что-нибудь предложат. Приходите. А на сколько длинные у вас волосы? Ну, почти до колена. Ого! Сколько же они весят, интересно, прям аплодисменты, вот это да. Это очень редко. Это тонкие, манджеские волосы. И до колена отросли. Очень интересно, да. С ума сойти. Спасибо вам большое за ваш правильный ответ. Действительно, с балеринкой работает слесарь, и действительно, это... Сверло имеет такое вот замечательное название. В общем, балеринки по кафелю. Звучит очень необычно, но, тем не менее, вы отправляетесь на спектакль «Тестостерон» Театр Самарской площади. Ну, от волоса до колен. Для меня это вообще кажется просто... Да и для нас. Удивительно. Для нас, да, тоже большой рец. Хорошо, Алексей, расскажите теперь вы. Вообще, тут 14 лет, у вас во сколько? Я с 98-го года в этом бизнесе. Совершенно случайно. Случайность не бывает, как я уже понял. Спустя некоторое время. Я хотел в Сурикову Академию живописи поступать. То есть художественный вкус есть. Да, да, с детства рисовал. Привит. Ну, так сложилось, что сестра уговорила, она у меня мужской мастер, старшая сестра, уговорила... То есть у всех есть? Иди в колледж парикмахерского искусства. И что у меня взяло, что подкупило. Там Суриковский деканат преподавал живопись, ну, академический рисунок. Я пошел, сдался, год проучился, там, театр мод, мы работали с мостфильмом, то есть как-то втянулся, год пролетел быстро. Думаю, ну, год пролетел, значит, второй. Ну, и так далее. В общем, как говорят, понесли ботинки Митю. Да, пошла вода горячая, как бы. Сколько у вас присказок-то? Поехали дальше. Да, там технолог, в 2001 году, там уже в Лореале я был технологом. И, как правило, техник-технолог, справа преподавания, и работал именно как технолог в косметической компании. Последние годы я был арт-директором нескольких компаний косметических, то есть представительства в России. А так тренер по парикмахерскому искусству. Это Тони Гай Академия, с 2007 года мы запускали этот бренд в России, это с англичанами. И я очень рад, что, ну, это потом, я за год, да, забегаю вперед, чуть-чуть, как мы познакомились, вы сейчас будете спрашивать, я так предвосхищаю этот вопрос. Я совершенно потрясен был, то, что делают ребята, потому что они учились и в Лондоне, и в Европе, и гоняют туда постоянно, периодически. Для меня это было открытие, мы сразу, как я, мы как увиделись, встретились, мы сразу сделали коллекцию. Которую тоже сейчас, мы так немножечко ширму приоткрываем. Вот будет презентация в ближайшее время. А вопрос изначально был какой? Красавчик! Красавчик! А вопрос был, как вообще так случилось, что вот, ну, было... Взял мозги, взял мозги, да. А потом я подумал, просто, какая разница, картины рисовать, либо рисовать на головах. Ух ты, неожиданно. А головы, это 3D, и ты уже сразу видишь результат, и это здорово. И когда женщина счастлива, для меня это самое первое... Это очень хорошо звучит. Чтобы женщина была счастлива. Вообще, чтобы женщина была счастлива. И все. И пошла вода горячая, в общем. Это где-то мы уже слышали. Друзья, 202-11-22, у вас есть удивительная возможность задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Может быть, какую-то консультацию в режиме онлайн. Может быть, что-то спросить. Может быть, посоветоваться. Почему нет? Звоните. 202-11-22. Дмитрий. Когда у вас пошла вода горячая, вот мне хочется спросить. Моя вода горячая пошла с 8 класса. У меня у друга одноклассника... Уже такие трагические или хорошие истории. У друга одноклассника мама была парикмахер, и она меня стригла. И мне очень нравилось то, что она делает. Я начал втягиваться в это. Еще она занималась рисунком. Я тоже любил очень рисовать. Я ходил к ней, перерисовывал скульптуры с ее рисунков, которые она набрасывала в колледже, когда училась, на парикмахера. Ну, и дала она мне какую-то свою ненужную машинку, какие-то расчески. И я пришел в класс, говорю, ребят, так и так, давайте все, будем стричь теперь у меня все дружно. Это восьмой класс? Восьмой класс, да. Берем у родителей денег, стрижемся у меня, а деньги прогуливаем. Ну, и вот так вот начал стричь потихоньку. Помню первую свою стрижку. Она получилась великолепная. Очень великолепная. Да, и по форме головы, и по силуэту. Это сарказм, друзья, если что, сейчас, Дмитрий. Поэтому, ну, я не остановился. Как костюм сидел. Да, как костюм. Я не остановился. Меня, наоборот, вдохновляло все это дело. Мне очень нравилось. Я потом начал экспериментировать на себе. Удачно? Ну, естественно, все удачно. Все, что не складывается, всегда все к лучшему идет. Поэтому. Аллилуйя, брат. Да. Ну, и как так случилось, что все-таки пошел потом куда-то учиться? А потом, да, как бы я пошел учиться. Пошел работать уже в парикмахерской. У меня, у знакомой девушки, у друга был свой салон красоты, парикмахерская, рядом с аэрокосмическим университетом. Рыбное место. Да, как бы была большая проходимость. И для меня, так как я вообще нулевик был, да, но у меня достаточно хорошо, да, уже получались мужские стишки, потому что я отработал на своих одноклассниках весь восьмой класс, весь девятый. Я стрих реально всех одноклассников в параллельном классе ребят. И пошел заработать. Как бы меня приняли, хотя мне было тогда, сколько, 15 лет. С молодых ногтей человек, с профессией. Директор, мужчина был, очень такой хороший человек, принял меня добродушно, сказал, давай, Димка, вот тебе место, мужским мастером, мой голову в раквине и могилевскими ножницами. Вот так и начинал стричь. На самом деле было интересно, очень забавно. Вот так вот сейчас взглянуть назад. Сколько пройдено. Сколько пройдено, действительно, сколько всего было. И когда стрик еще помимо этого занимался там, работал на стройках, где только не работал. Ну, то есть пробовал себя. Но на самом деле все пришло к тому, что действительно стричь очень интересно. Это самовыражение себя в творческом плане, себя как личности, потому что очень часто люди приходят к тебе именно пообщаться, да, как к другу, выговориться. Поэтому это, я считаю, что очень достойная, очень такая серьезная профессия, которая несет очень большой вклад именно в культуру и в развитие всего населения. Ну да, для некоторых до сих пор поход в салон, там для мужчины сколько-то раз в месяц, для женщины тоже, это как событие для многих. Я иду сегодня парикмахером, все. Да, и в основном сейчас по большей мере парикмахер это твой друг, твой компаньон, которому ты можешь очень много что рассказать, поделиться. Он даст тебе всегда хороший совет, потому что парикмахер уже заведомо это и психолог, потому что мы всегда общаемся с людьми. Мы даем им какие-то подсказки в жизни, они нас слушаются, приходят радостно и говорят, вот, Дим, ты в прошлый раз, мы с тобой общались, я вот так вот сделала, все помогло, все классно, супер. И всегда уходят с хорошим настроением, с красотой, это очень радует, это несет гармонию и людям, и себе. А Дим, это у вас философ. Дим философ. А вы друг у дружки стрижете? Да, конечно. Да, 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 нигде не стрижете. На самом деле, я много у кого стригся, да, и вот меня подстричь может только Денис, вот именно так, как я хочу, да, на уровне... И Леша же не пострижет? И Леша пострижет, но у Леши свой подход, то есть, да, здесь же тоже энергетический момент очень важен. Мы с Денисом очень давно уже общаемся, с малых лет, так сказать, и поэтому вот Денис чувствует меня на уровне дзен, нам не нужно никаких слов, чтобы понять друг друга, поэтому мы вот духовно видим, стрижем. Давайте узнаем у Титуса, как вообще ты-то попал в эту компанию, не скажу, что плохую, но очень интересную. Ну, как я попал? Ну как, как и все. Ты тут продавал фрукты? Ну, я закончил от Platinum Pivot Point, что знаете, 2013, в марте. Потом у меня был один знакомый, название Татьяна Анатольевна, она как директор, или директор, да? Да, руководитель проекта. Директор, руководитель проекта. Альфа Парк. Альфа Парк. Ну, она меня советовала, вот Денис, и, ну, Дима, у них есть такой проект, они хотели открыть салон или, ну, академия такой. Он пришел к нам и очень влился быстро в нашу команду. Они вообще открыть лука, ну, мне, ну, не понравилось, а потом дальше, дальше так работаю с ним. Ну, не жалеешь, что пришел? Нет, вообще, вообще, не минуту, не брата. Ой, друзья, 202-11-22, звоните, задавайте свои вопросы, может быть, вы знаете этих ребят, так уж получилось, что заходили как-то в салон, может быть, кто-то из них вам знаком. Мнение свои, пожелания, комментарии принимаются по номеру 202-11-22. Титус, ну, а ты во сколько начал вообще, во сколько лет тебе было, сколько лет тебе было? Лет, лет как, 22, потому что закончил 2013, в марте, и сейчас почти два года, почти два года начинается. Приехать из Нигерии, ответить 11, потому что я тоже учусь в космосе инвестиции, до СИПО. Пути-то с два высших образования, красные дипломы, то есть, такой парень. Он скромный, да, конечно. Ну, так, надеюсь, я на ветчине отделение учусь. Чтобы понимать, что это такое, то нужно представить, что вот вы живете в России, и вы вот сейчас едете в Китай, учите китайский язык, ну, примерно, да, для него русский это то же самое, выучить, это с ума сойти, подвиг. И там заканчивать институт, мне это в голове не помещается, как он это сделал. Молодец. Вот, я стараюсь. Как вообще, вот, вот, Алексей сказал, что мой вопрос, украл мой вопрос практически, как вы нашли друг друга? Как вы нашли? Да, опять же. Нет, действительно так, действительно так. Просто, ну, если каждое утро медитируешь, ну, если ты каждое утро медитируешь, да, и своими мыслями координируешь туда, куда ты двигаешься мыслями своими. Запросы. Да, запросы какие-то свои. И просто люди притягиваются, события притягиваются, все, просто мир, мир тебе вот так вот говорит, пойдем. Принцип балансиров. Балансирование всегда тянутся друг к другу именно на одной волне. Это же просто... Всему свое время. Много людей встретились в одном месте с одними теми же интересами, с одним практически направлением в творчестве, с одними взглядами. Как такое могло случайно произойти? Никак. Это просто вот... Обыкновенная случайность. Я вот тебе хотела спросить, вот мы говорим, если все-таки о мужчинах и так далее, есть ли какие-то, например, тенденции сейчас, которые, допустим, вы можете серьезно сказать, что они в топе, вот именно в мужском образе. Борода, понятно, в этом году. Ламбург сексуала. В прошлом году и в этом году борода прямо у всех на устах. Модно то, что я ношу, как говорила. На самом деле, вот я бороду свою не брею с тех пор, когда она у меня начала ровно расти. И она очень ровно покрыла мое лицо, и это никак вообще не привязано никаким трендам. Вот она начала расти, и мне нравится. Вопрос комфорта. Я не люблю бритое лицо, да, мне это идет. И я на самом деле слежу за модой, интересуюсь, но я делаю свое, и всем это советую делать. То есть, ну, как вообще мода возникает? Какая-то смелая индивидуальная личность, что-то одевает, имея какой-то вкус, чувство стиля. Стиль, кстати, с греческого переводится стержень. Ну, так, для размышлений. Стену. Да. Имеет внутри стержень, да, она одевает что-то, она где-то там блистает на экранах, на дорожках, да. И все это бамс в мир идет. Ну, так же происходит. Дизайнеры цепляют это, показывают на коллекциях. И вот там, смотрите, Брэд Питт, вот с таких брюках, вот в такой там фуражке. Все пошло, в народ пошло. Кто... Консенсус. Да. Надо быть и не сдавать. Да. Кто мешает вам. То есть, кто мешает вам. Создавать мозг. Как это делать? Приходите в магазин, одеваете вещь. Не слушайте ни продавца, ни друга, никого абсолютно. Единственный критерий, которого нужно придерживаться, готов я сейчас все деньги отдать за эту вещь. Если не готов, это не ваша вещь. Положите ее. И надо слушать подружку или там другу, она тебе идет. Тебе в ней ходить. Самое ощущение. Если тебе комфортно, если ты одел, не уговаривая себя, блин, идет, не идет, есть у меня такая, нет. Одел, все, все деньги готов отдать. Вещь твоя, все, ты нашел свою вещь. Если не придерживаться этого критерия, там можно к ней привыкнуть, можно, но это будет не твое. Вот, не создашь ты свой стиль. Ну, ты повторять за кем? Зачем повторять за кем? Вот оно как. Я просто почему про бороду спросила? В моде индивидуальности. Да, нашла тут несколько картинок. Давайте посмотрим типа того тренда 2015 года. Правда, уже совсем скоро заканчивается, но все же именно в бороде. Будьте добры, покажите нам какие-то фотографии. Я вас прошу прокомментировать, в общем, самый популярный бороды 2015 года, как видите. Пожалуйста, хочется услышать ваши комментарии, потому что они абсолютно разные. Кому-то идут, кому-то не идут. Может быть, что-то вы скажете. Вот, пожалуйста, такая вот хипстерская борода. Можно ли носить сейчас такую или уже все? Why not? Почему нет? Почему нет? Она всегда борода была, она никогда не уходила из моды. Она уходила из, так скажем, внимания, да, определенно. Определенного контингента людей или определенного слоя людей. Но она никогда не была, она не выходила из моды никогда. И сыздоровели борода. Борода это вообще в переводе, если вдаваться там в этимологию слова, то очень серьезное. Так же, как и космы. Космы, от слова космос. Если взять даже волос, строение волоса, он точно-точно повторяет. Его строение повторяет оптоволокно, по которому идет интернет. Так же кутикула, там, медула, кортекс и так далее. То есть все строение полностью повторяет волос. То есть передача информации. Борода. Вот таких мальчиков я иногда вижу на улице. Вот таких мальчиков, да. И одеты они, например, ну, не к этой бороде. Вот как сочетать? Городу с одеждой. Ну, здесь как бы никто вам не поможет, кроме вас, Самир. Надо уметь сочетать. Хотя есть люди, именно стилисты, именно дизайнеры по одежде. Мы сейчас сотрудничаем с хорошими дизайнерами, и с девушками, и с ребятами. Дизайнеры, которые действительно помогут в векторе, направить, так скажем, тебя в векторе, по твоему типажу. А потом ты уже сам. А как определить, какая борода идет мужчине? Это метод тыка. Это тыка с древнейшим методом. Это эксперимент. А как ты еще узнаешь? Ну, если прическу можно приложить в каком-нибудь приложении, парик примерить, цвет волос. Как с бородой-то тут быть? С чего начать? Отращивать? Здесь, на самом деле, оттолкнуться, наверное, надо от формы лица, и от структуры волоса, и от растительности. Насколько она заполнена на лице у человека. Отталкиваясь от этих критерий, уже можем что-то вынести, какой-то консенс. Если растет клочками, надо бриться чаще. Два раза. Бритье по первому разу, по второму, чтобы щетина росла прямо... Я вам бреюсь каждый день, у меня все равно не растет. Не знаю, надо, может, есть что-нибудь. Кастором маслом мазать. Я в кастором маслом прямо домой прихожу, в ванну сажусь, в кастором. Все равно не помогает. Друзья, 202-11-22, предлагаю еще разыграть для вас пригласительные билеты в кино вертикально, любой сеанс на двоих. Смотрим на экран, сейчас видим кадр из одного фильма. Мальчики, не подсказывайте, я думаю, вы угадали, кто это, что это. А если вы, друзья, угадали, звоните. 202-11-22. Наш телефон, будем рады услышать вас здесь, в нашей студии. Звоните, не стесняйтесь. Я сейчас что-то проговорился. Ну, мы уже практически тут пару раз уже проговорились даже. Вот ему подойдет просто щетина, оброшая. Породы ему не нужны. Он же немец, австрийский. Немец. Австрийский немец. У немца должно быть все четко, минимизировано и гармонично. Ну, кстати, к сегодняшнему эфиру Денис, как лицо ответственное, приготовил фотографии с некоторого проекта, который вызовут. Ну, это вот наша коллекция. Коллекция? Да, это с бэкстейджа. То есть мы пока не хотим показывать, что у нас получилось. Что это было? Кто был задействован? Это была задействована команда Артерия. Артерия. Да, это наша команда. Непосредственно мы. Да, непосредственно мы. Это получается не только образ, но и какие-то... Полностью весь образ. Одежда, засуя. Да, да. Стиль. Кстати, в вашей группе ВКонтакте вы очень часто даете какие-то советы, вот именно там по сумкам, по какой-то одежде и так далее. У вас кто-то этим специально занимается? То есть у вас есть человек, который прям... Да, мы дружим с дизайнерами по всей России, приводим интересные какие-то вещи эксклюзивные. Но у вас в салоне работают исключительно мастера-мужчины? Как парикмахеры. Да. Как мастера, да? Да, да, да. Ну и как вам работает в бустом коллективе? На самом деле, мужской коллектив самый лучший коллектив. В каком отношении? То, что у мужчины нету каких-то лишних мыслей. Если у нас задан вектор на определенную цель, мы достигаем его очень быстро, нам не нужно никаких дополнительных слов в обсуждении или в диалоге. А поговорить? Чтобы объяснить. Нет, чтобы объяснить именно, куда мы идем. Мы задали вектор, мы по нему идем и доходим до цели очень быстро, и ничто нас не останавливает. С девушками вопрос уже немножко по-другому складывается. Я думаю, у каждого был опыт уже в салоне работают. Там присутствует больше эмоций уже каких-то, да, то есть еще какой-то воды горячей, непонятный. Это все лето. Да, дизайнер у нас есть девочка, да. Да, очень, очень. Роскучная. Очень хорошая дизайнер. Да, очень хорошая дизайнер. Она одевала у нас моделей. И очень, очень успешно, очень здорово. И самое главное, стиль. То есть, да, дизайнер может быть успешный, да, как-то по каким-то определенным критериям, достигнувший свой успех. Но самое главное, да, в человеке, как в индивидуальности, это стиль. Чувство стиля, да, безупречное, конечно. Ну, а вы сами где одеваетесь? В секонд-хенде. Да. В основном в секонд-хенде. В самарском точно, наверное. А почему нет? Это же талант. И в самарском тоже. Большого таланта не нужно иметь, зайти в дорогой магазин, купить Луи Виттон, и ты модный. А вот зайти в секонд-хен с 500 рублями и выйти оттуда на миллион долларов, это талант. И у стилистов такой опыт есть. Я думаю, каждый меня поддержит именно такой стиля. А вот в начале, когда ты одевался, не знаю, Луи Виттон, Джан-Франко Ферре, Дольче Габбана, ты отдаешь 300 евро за футболку, а потом, факт, на следующий день ты ее просто раскрашиваешь краской. Ну, разве не жалко? Жалко. Можно было целый бутик уже открыть. Поэтому пришли к выводу, что одеваться нужно именно, так скажем, практично, да, но не экономить на обуви, на ремнях, на аксессуарах, на часах. А сейчас, по-моему, как раз-таки очень многие модники и модницы делают, что они даже неизвестно каких-то дизайнеров комбинируют в себе. То есть тот лук одного дизайнера сейчас вроде как не приветствуется. Так вот, у нас в Самаре и Тольятти очень много, кстати, ребят, которые, и они приходили сюда в студию. Мы видим очень стильных, очень много стильных молодежи. Которые как раз-таки и сумками занимаются, аксессуарами, какими-то вещами удивительными. В общем, я не знаю, что это будет, по крайней мере, на фото, но что-то, наверное, невероятное. Когда у вас презентация-то ожидается? Презентация в сентябре. То есть вот скоро. Мы объявим, то есть следите за нашими инстаграммами, контактами, лентами. Это здорово. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей. Сергей, вы модный, красивый мужчина, ну-ка, рассказывайте. Да. Молодец. Мужик, мужик, да. Здорово. У вас есть борода, Сереж? Ну, как бы небольшая есть, да. Как бы есть или как бы небольшая? Небольшая, небольшая. Как вы за ней ухаживаете? Даже не знаю. Приваю немного, да. Растет себе, растет. Растет, растет. Расти, борода, расти, как говорится. Давайте посмотрим на экран сейчас и выясним, кто же, что же это за фильм. Ну, это актер Тильс Вайгер. Так. А фильм? Ну, мне кажется, это фильм «Красавчик». «Красавчик». Молодец, Сергей, ты «Красавчик» угадал, отправляешься обязательно в кино. Ну, скажи, пожалуйста, вот ты следишь за модой? Что-нибудь себе уже прикупил к осени? Ну, да, конечно. Приоделся? Ну, да. Скромный Сергей, мне кажется, он какой-то прям неразговорчивый. Ну, ладно, Сереж, давай, спасибо большое, что позвонил. Отправляйся в кино. Друзья, может быть, есть у вас какие-то вопросы, советы нашим сегодняшним гостям? Может быть, вы человек модный, стильный, красивый мужчина? Позвоните нам, расскажите о себе. 202-11-22. Вот, хотелось спросить по поводу стереотипов. Все-таки мы говорили, что к мужчине-мастеру многие девушки боятся садиться. А почему так происходит? Почему боятся? Почему боятся? Да, я вот тоже не могу бояться. Первый раз. Ну, есть, есть стереотипы. Наоборот. Расскажи, расскажи, не боятся. Наоборот, потому что женщина чувствует себя комфортно даже, потому что мужчина, они как, ну... Плохого не посоветуют? Нет. Ну, мужчина просто видит женщину в первую очередь как женщина, и поэтому... А женщина-женщина как соперница. А женщина-женщина видит как женщина-женщина. Особенно, когда... Зачешите за ним. Когда, допустим, когда в мойка, ну, мыть голову... Мужские сильные руки. Трогают голову, передают энергетику. Массаж такой. У нас очень сильная энергетика. Мы никто не пьем, не курим, занимаемся йогой, спортзал, бегаем по набережной, присоединяемся. Во сколько мы бегаем? Восемь утра. Ставьте возле телевизора в банке крем, сейчас зарядим. Да, и Титус владеет очень профессионально японским массажем головы, которого все наши гости, которые приходят к нам в студию, получают... Непередаваемые ощущения. Непередаваемые ощущения, да. И выходят только с супер положительными эмоциями, даже после массажа. Калубы качают, просто мы их поддерживаем, когда они выходят. Их нужно чуть-чуть, да, оставить еще в гостевой зоне, да, и как бы так попить, чтобы чайку, чтобы отошли, потому что энергетика. А бывает так, что, например, приходит человек к вам, мужчина или женщина, неважно, говорит, хочу вот, и показывает картинку. А вы понимаете, ну ты вообще, ну не пойдет тебе, а он хочет или она хочет. Как вот быть в такой ситуации? Объяснять. Объяснять. Максимально приближаться к цели и объяснять, почему ему нет. Все понимают, все адекватно реагируют. В основном удается, просто уже такой огромный опыт, что ты человеку не просто говоришь, да, констатируешь, да, ты аргументируешь это, то, что почему нет. То есть человеку нужно свои мысли. Донести, до него донести стиль, чтобы у него это отложилось. Блин, я чуть-чуть не сделала глупость. Ну на самом деле уже с таким опытом к нам наши гости приходят непосредственно на наш стиль, да, то есть у каждого человека есть свой стиль, и под каждого мастера есть свой клиент определенный, да, который существует в гармонии, в взаимопонимании полном. Поэтому в основном уже люди идут на наш стиль, они прислушиваются, потому что мы задаем моду, да, мы знаем о моде. И не составляет никого труда сказать, что вот здесь мы сделаем так, потому что это модно, потому что мы так говорим. Мне больше всего понравился вот один профи у Димы, студия в сеть Sorry Mom 13, студия тату, татуировки, Дима владелец, и он же мастер. И у него есть один гуру, Ден, Денис. Денис, да. И мне понравилось, как он объясняет вот эту позицию. Он говорит, приходит ко мне человек, хочет татуировку. Он говорит, Вася, ну набей мне вот здесь за ВДВ. Он говорит, я ему объясняю, вот сейчас тебе 21 год, ты пришел из армии. И он его убеждает, что ты делаешь большую ошибку или просто какой-то рисунок. Вот этот хочу. Бабочку. И так далее, бабочку. И после объяснений тот жмет ему руку. Мало того, он приходит в следующий раз к нему уже спустя несколько лет, там лет 5-7, и говорит, как хорошо, что ты мне тогда отговорил, вот я созрел и нашел эскиз, или там сделал сам эскиз и так далее. То есть люди остаются благодарны, просто максимально откровенно человеку ты доносишь до него, что ему идет, если ты это видишь, а что не идет. Это не просто тупо заработать денег, да, как бы и прости. Ну конечно, потому что мы, люди как в Дзене, мы верим в эту карму. Понимаете, что скупой всегда оплатит дважды. Самое золотое правило. Если ты где-то поднял, поджал, да, обезжирил, то будь готов к тому, что тебе бумерангом прилетит, и это нахлобучит очень хорошо. От души как бы. Поэтому максимально отдаемся полностью, неважно, общение, диалог, там, да, с кем-то, с клиентом, или просто с каким-то человеком на улице. Постоянно, максимально честно, откровенно. Все на Дзене. Мир, добро, любовь. Мир, дружба, жвачка. Без жвачки, мир, дружба. Это здорово. Друзья, 202.11.22, сегодня в нашей студии проект творческой лаборатории «Артерия», можно же так вас назвать? Ребята, которые, ну, действительно задают, как уже Дмитрий сказал, моду в нашем городе. И если вдруг у вас какие-то проблемы, ну, правда, бывает так, приходите, я думаю, смело можно как-то что-то изменить в своей внешности. И как-то начать жить и думать абсолютно по-другому. Но бывало так, что вам не нравится ваша работа, то, что сделали? Честно? Ну, вот самокопание какое-то есть? Всегда. Всегда остается этот момент, всегда, когда ты чем-то недоволен. Если ты доволен, все, пиши, пропало. И как же быть, как с этим жить? Как говорил Сальвадор Дали, совершенства не существует. Будьте про него. Нет никаких рамок. Путь к совершенству и есть совершенство. Всегда нужно выходить из зоны комфорта. Ты всегда должен находиться в зоне некомфорта. Тогда ты растешь. В том числе это должен, это прививается со временем. Недовольство. Да, ты знаешь, что ты сейчас это сделал, и ему это оптимально, или ей это нравится, и так далее. Ты выполнил работу на все 200%. Как смог. То есть, оно, как смог, да, реально ты выложился. Но ты всегда понимаешь, что ты можешь лучше. Вот это сидит в тебе, вот это вот, и червоточит тебя, оттачивает, точит тебя, как водокамень. И только вот этот тонус тебе придает вот это сердцебиение, вот этот ритм. Понимаешь, степ-бай-степ. То есть, вдох, ты дышишь именно вот из-за этого, из-за этого, из-за этого ручейка. Здорово. Титус, ну ты останешься в России? I don't know. Ну, спроси, да. Ты закончишь университеты рано или поздно, в любом случае, закончишь. Дальше что? Ты останешься или уедешь? Зависит от нас. Все зависит от нас. Не, наша душа останется здесь, но мы, как личности, да, как тело, будем передвигаться по миру. И Дитусу поеду в гости, там еще артерию свою. Представляешь, готов принять этих ребёнок? Артерия, она же ведь пустит вены, как бы это... Это же самое главное. Самое главное. Что такое артерия? Это центральная, центральная... Магистраль. Магистраль, транспортер всего. Всего самого нужного, модного. Да, нужного, модного. От неё уже всё пошло, там, в Нигерию. Ну, это профессия, я понимаю, это профессия у вас до конца жизни, или... У нас минутка остается до конца эфира. Всегда. Всегда? Она всегда, да, это уже вросло. То есть когда-нибудь внук Дениса будет говорить, мой дедушка был парикмахером. Да, как говорил мне дед, я дед. Да, как говорил мне дед, да. В общем, как думаете, что до конца? Я не могу, это очень... Сложный вопрос? Философский? До мозга костей творческий человек, может, я начну чем-то другим заниматься. Картины писать. Но именно вот, что-то делать, что-то делать. Картины мне не хватает большую написать терпение. Масла не хватает. Кончайте. А Николасов таких нет уже. Здорово, друзья. Ну, спасибо большое, что пришли, вам творческих успехов. Ну, а вам, дорогие зрители, хочется пожелать мира, красоты, любви, добра. В общем, чтобы эта неделя действительно была очень позитивной и продуктивной. Всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова